Доброго дня всем. Доброго дня. Меня зовут Богдан. Я представляю компанию CloudFresh. Я хотела провести для вас презентацію. Люди, але ми почнемо. У нас перший слайд, на якому знайомі вам обличчя, це Ларі Пейдж та Сергій Брін, засновники компанії Google. І з того часу, як вони заснували компанію, у них завжди була велика мрія. Вони хотіли мати можливість залучати найкращі таланти, інженерні, маркетингові, в принципі, будь-яких фахівців, з будь-якої точки світу. І не обов'язково, щоб люди працювали саме у них в офісі, там, в Сан-Франциско. Сергій та Ларі ставили задачу своїм HR таким чином. Якщо десь у світі є талант, який підходить для нашої компанії, ми маємо мати змогу швидко, в найкоротший час, провести з ним співбесіду. І, безумовно, Google починали свої відеодзвінки з таких систем, як Tandberg, Cisco, Polycom. Можливо, впевнений, що багато хто з вас їх пам'ятає, а, можливо, навіть і використовував в бізнесі. Але всі ці системи, вони, по-перше, дорогі, по-друге, вони вимагають серйозного супроводу, тобто треба на кожну систему мати подекілька інженерів, в кожному офісі. Там багато кабелів, багато місця займають. Вони, в принципі, з часом досить швидко виходять з ладу. І якщо навіть не виходять з ладу, то просто устарівають їх технології. І тому в 2005 році, теж впевнений, багато хто пам'ятає, Google випустив Google Talk. Це був чат, який в результаті переріс в також голосові і відеодзвінки. А в 2013 році Google Talk еволюціонував в Google Hangouts, який по замовчуванню йшов на смартфонах Android в комплектації, а люди, які користувалися Gmail, теж мали змогу чатитись через нього, робити голосові та відеодзвінки. І от в 2017 році уже Hangouts еволюціонував в три таких абсолютно корпоративні продукти ентерпрайз-класу. А саме, це Google Meet, про який ми сьогодні вам розкажемо. Це Google Chat. Чат, наповнений ботами, кімнатами, в якому можна спілкуватись з колегами, з підрядниками, мати різні групи, кімнати, а також автоматизувати частину своєї роботи за допомогою банального надсилання простих команд. І третій справа – Google Voice. Це хмарний мобільний зв'язок, можна так сказати, яким користуються всі співробітники Google, яким користуємось ми в нашій організації і яким користуються ще мільйони клієнтів у всьому світі, бізнес-клієнтів. Отже, сьогодні ми поговоримо про Google Meet, абсолютне бізнесове рішення для відеодзвінків. На даному слайді видно, що з собою являє Google Meet сьогодні. Сьогодні кількість користувачів Google Meet, як в бізнесі, так і серед звичайних консюмерів, росте з кожним днем на 60%. Приблизно більше 2 мільйонів нових користувачів починає користуватись Google Meet щодня. В 25 разів зросла кількість споживання і проведених хвилин відеочасу в Google Meet в порівнянні з січнем цього року. Приблизно 3800 років розмовляють люди через Google Meet щоденно. Якщо підсумувати всі розмови, в тому числі нашу з вами, ми сьогодні додаємо трошки статистики, то це буде 3800 років. І в цьому році кількість бізнес-користувачів G Suite і Google Meet сягла 6 мільйонів. Ці цифри кажуть про абсолютну готовність сервісу до використання в найбільших компаніях, в великих, середніх, малих бізнесах. Ми в своїй компанії щодня використовуємо цей сервіс. Ми робимо відеодзвінки через браузер, якось зараз через комп'ютер. Ми робимо через мобільні додатки на iPhone, на Android. Ми робимо через Jamboard, ми робимо дзвінки через Hangouts for Meet обладнання, спеціалізоване обладнання для переговорних кімнат. Сьогодні ми про це все поговоримо. Знову, мене звати Богдан, мій колега Олег. Ми сьогодні є ваші презентатори. По факту, в нашій компанії ми є чемпіонами по використанню Google Meet за квітень місяць. Ми найбільше наговорили, і ми вважаємо, що ми знаємо, у нас є чим з вами поділитись. І, будь ласка, всі ваші питання в чаті ми зараз кинемо посилання. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх за цим посиланням. Там є Google документ, просто напишіть ваше ім'я, питання. Таким чином ми зможемо зафіксувати всі питання і нічого не пропустити. Ребята з інших країн, з ближнього зарубежжя, з Білорусі, Литві, Латвії. Всем, да, ще раз добре утро. Що ж, давайте начнем. Google Meet, да, що це таке, з чим його їдять, як їм пользоваться. Понятно, да, що последній квартал, последні три місяці, все дуже сильно поменялось, і, собственно, тренд на дистанційну роботу, він тільки вирос. Да, і, як видите, статистика говорит, соответственно, підтверджає цей факт, що все починають використовувати видеоконференц-связь для ежедневної роботи. Вкратце, да, о преимуществах. Що таке Google Meet? Google Meet – інструмент от Google, то есть це істинно облачний інструмент, який, соответственно, позволяє работать командам, що, самое главное, ефективно. Колосальне кількість бізнесів використовує сервіс Google Meet. Безусловно, он є безпасним, цей сервіс, да, поскольку коли ви тільки підключаєтесь к митингу, ваші дані вже шифрується, коли ви починаєте робити запись, то, що робиться прямо зараз, соответственно, ці все дані шифрується і знаходяться в облакі. Очень багато полезних фічей, які ми розсотрим чуть-чуть далі, які помогають быстрі коммуніцировать даже внутри вот этого митинга. І, як вже сказав Богдан рані, у вас нету прив'язанності к какому-то конкретному девайсу чи типу устройства для того, щоб провести видеозвонок. Об' этом ми тож поговоримо, як можна підключаться, з яких устройств, і, собственно, як це все вместе работает. Ну, начнем с перого очевидного, поскольку ми говоримо с вами про мобільність, соответственно, з мобильного телефона нет нічого проще, щоб підключиться. Да, ви можете просто нажатием одной кнопки перейти, собственно, в сам митинг, да, начать новый митинг, либо присоединиться по коду. Вот если вы обратите внимание, у вас сейчас в браузере, да, после meet.google.com в адресной строке тут после слэша определенная символа, да, точнее, латинеца, это и есть код. Используя этот код, вы можете подключиться к любой встрече. Также, кстати, что очень важно, с мобильного устройства также можно показывать свой экран. Это одна из тех опций, которая добавилась не так давно, и, собственно, тенденция такова, что Google Meet буквально вот каждый месяц добавляет по несколько дополнительных опций. Одна из них, вот представлена сейчас, это возможность выбирать, какой именно тип экрана вы хотите показать. Ваш весь экран, ваше определенное какое-то окно или, например, вкладку из окна, из браузера Chrome, как это делается вот прямо сейчас. Я показываю мне весь экран, да, именно конкретную одну вкладку на своем компьютере. Помимо этого, да, помимо подключения с мобильного устройства, помимо подключения с ноутбука, вы можете также подключаться, безусловно, с джимборда, я думаю, что многие уже слышали о нем, да, и также с непосредственно Google Chat, да, вкратце Богдан его затронул, да, то есть Google Chat – инструмент тоже для быстрого обмена сообщениями в команде, и, к примеру, в Google Chat есть такая опция, что вы создаете комнату со своими участниками, да, и вам достаточно написать в эту комнату сообщение, что «Окей, Google, сделай, пожалуйста, митинг со всеми участниками группы на ближайшее время». Google автоматически создаст вам встречу в календаре с ссылкой на мид, соответственно, вам даже не надо будет идти в календарь, чтобы что-то создавать, сразу можно с чата присоединиться к митингу с своими коллегами, которые у вас есть в вашей комнате. И еще одно очень важное обновление, которое вот буквально в мае вышло, это то, что вы теперь с самого Gmail вашего можете начать митинг. Вот, как видите, да, здесь есть анимация, да, и показано, что можно с самого Gmail слева ввести код встречи, присоединиться к митингу, да, либо начать митинг прямо сейчас и уже с самого митинга, да, предоставить кому-либо ссылку. На видеоконференцию. Что также очень полезно, и где здесь находит применение машины интеллект, так это в адаптивных таких макетах, да. Сейчас вы видите вот именно один экран, да, главного спикера, да, с презентацией, но вы его также можете поменять. У вас в мите справа внизу есть три точки, где вы можете выбрать макет, который вы хотите использовать. И что также важно, Google анализирует, кто чаще всего говорит, да, из спикеров на митинге. И его, скажем так, картинку, да, выводит наиболее крупной по сравнению с остальными участниками митинга. Очень классная фишка, и, кстати, немногие одни знают, это живые субтитры в митинге. То есть, к примеру, когда у нас есть какой-то спикер англоязычный, мы себе для простоты можем включить субтитры, и в режиме реального времени система будет понимать, что говорит наш спикер, да, или там другой участник, или несколько участников, как показано на этом скриншоте, да, и, соответственно, будет давать нам субтитры на английском языке для тех людей, кому, да, не все, собственно, сразу будет понятно, да. И что также интересно, система понимает акцент, да, то есть, если у нас там так называемый хинглиш, да, используется, или же, например, там, суровый такой украинский, русский акцент английского языка, система все равно это понимает, и, соответственно, дает все эти субтитры вам на экран сразу же. Одна из также полезных функций состоит в том, что вы можете бесплатно из Google Meet звонить на номера США и Канады, это можно делать прямо из митинга, абсолютно бесплатно. Как видите, вот по скриншотам можно звонить на любой номер, даже там Google, Apple и так далее, либо же просто родственникам это можно делать, собственно, прямо отсюда. Сейчас в связи с ситуацией, да, с вирусами, в связи с спросом на удаленную работу Google ввел новые такие возможности, что любой участник, любая компания, которая использует Google Meet, в частности, сервисов G Suite, она будет иметь возможности enterprise уровня, а это запись видео и также стриминг на 100 тысяч участников в домене, плюс количество участников в данной митинге может быть 250. Вот такие опции сейчас будут доступны абсолютно всем, кто использует G Suite, вне зависимости от типа подписки. Даже с самой минимальной Basic у вас все равно будут функции enterprise уровня, и это будет до конца сентября 2020 года. И также, что важно, с, соответственно, с сентября 2020 года будет выходить уже такая версия, как Google Meet Everywhere. Сейчас она доступна как тестовый период, также для Google Meet уровня enterprise подписки, да, с теми особенностями, которые я только что сказал. То есть до 30 сентября у вас есть возможность получить Google Meet Everywhere бесплатно, абсолютно нужно будет заполнить форму, которую мы позже вам вышлем, и, соответственно, вы можете тестировать и использовать этот инструмент уже. Как я говорил только что, да, в enterprise уровнях, и, собственно, в решении Google Meet Everywhere вы можете делать стрим на 100 тысяч участников в вашем домере. Вот показано на анимации, да, как все это просто делать. Ну, я уверен, что вообще ни у кого не будет вопросов к интерфейсу, ну, потому что на самом деле нет ничего проще, чем использовать Google Meet. И также касательно записей, да, то есть вы видите, что справа у вас есть опция, да, в самом Google Meet запустить запись. Еще раз скажу, что запись этого вебинара также проводится и будет предоставлена вам также в конце самого вебинара. Запись сохраняется на Google Диск участнику, соответственно, спустя какое-то время просто приходит уведомление, что запись сохранена на вашем Google Диске. Создается отдельная папка, которая будет называться Meet Recordings, то есть все записи Meet будут храниться именно у вас на Google Драйве. Вот, и, соответственно, потом вы можете уже просто это видео передавать дальше своим сотрудникам. Безусловно, да, что все данные, которые сохраняются на ваш диск, да, они автоматически архивируются в Google Safe, и вы, соответственно, можете после этого, если, допустим, удалили какое-то видео случайно, да, с записью, вы можете его после восстановить в сейфе, да, в зависимости, опять-таки, от уровня вашей подписки. Но, опять-таки, да, даже если сейчас вы используете инструмент, например, G Suite Business, да, вы можете делать 250 участников одновременно, соответственно, вы можете с легкостью, автоматически, точнее, система сохранит вам видео на диск. Если удалили случайно, не вопрос, сейфа легко можно восстановить и, собственно, заширить видео дальше. Важный аспект, да, что Google Meet, несмотря на то, что это Google, он также работает с решением Microsoft Outlook, да, то есть вот справа скриншот прямо из Outlook, из интерфейса Outlook, и, собственно, вы можете, если у вашего коллеги, например, если он использует Microsoft Outlook, вот не использует он еще Google Календарь, да, это неважно, он может установить себе дополнительные опции, да, и, соответственно, вы можете также вместе провести звонок через Google Meet, несмотря на то, для того, что он использует решение Microsoft Outlook. В принципе, да, здесь концепция достаточно простая. У вас есть ссылка, вы присоединяетесь к встрече. Не важно, да, какое устройство у вас, вам не нужна какая-то, там, регистрация чего-либо, да, даже вам не нужен, в принципе, Gmail-аккаунт, если вы хотите именно присоединиться к встрече, потому что отличие в том, что вы можете именно создавать встречи, да, создавать встречи, вы можете, используя либо сервис Google Meet Everywhere, о котором я говорил, либо, соответственно, это очевидно, да, либо используя сервисы G Suite. Если у вас обычный аккаунт Gmail, соответственно, вы можете именно подключаться только к митингу. Это очевидно, но тем не менее, да, вы можете показывать экран, вы можете показывать какие-либо вкладки, Google Документы, слайды, диски и так далее, показывать видео и тому подобное. Помимо этого, в следующем квартале этого года Google Meet ждут очень серьезные обновления, они будут касаться и модерирования встречи, и функций активного шумоподавления, и также функций, скажем так, больше, забегая наперед, скажу так, больше машинного интеллекта будет присутствовать в Google Meet, соответственно, что снимет еще больше рутинных задач с вас, даже вот в таких простых задачах, как провести митинг. Поскольку Google, да, имеет самую большую сеть дата-центров, забегая наперед, да, у вас не будет таких проблем, как там с другими, скажем так, сервисами видео-конференц-связь, да, которые мы знаем, да, скажем так, о их скандалах передачи данных, да, третисторонним участникам, у Google такого нет, ваши данные остаются вашими, да, и они не будут никому доступны, кроме вас, пока вы, соответственно, не предоставите кому-то на них доступ, да, собственно, там по ссылке, либо через e-mail. Но еще раз, да, таких проколов, как в других сервисах для видео-конференц-связей, у Google, слава богу, нет и не будет. Окей, и немного админскую часть затронем. Суть ее состоит в том, что есть у нас классный инструмент Google Meet, но мы с вами поговорили, да, как можно пользоваться юзером, соответственно, этим решением, но также важно, как управлять им, да, как делать администрирование этим сервисом системным администратором. Кто знаком с админкой G-Suite, я думаю, тут такие ребята тоже есть, вы можете администрировать все абсолютно, скажем так, настройки Google Meet из консоли администратора. Например, вот как показано, да, на скриншотах справа, вы видите весь аудит, вы видите, какой митинг, сколько шел, да, какая средняя оценка по вашему митингу, как используются ваши переговорные комнаты, кто дольше всего использует митин, да, где есть проблемы, где, например, там в переговорной комнате не работает микрофон и так далее и тому подобное. То есть на основе этой информации система вам даже построит определенные отчеты, да, и, соответственно, вы можете уже дальше принимать решения о том, насколько качественно, да, ваши сотрудники используют сервис Google Meet. В дополнение к предыдущему, да, вот так выглядит журнал активности по Google Meet, по Google Meet, прошу прощения, да, здесь будет более детальная информация. Опять-таки это все доступно в консоли администратора G Suite. Вот. И, ну, опять-таки, да, вы сами видите, что интерфейс достаточно простой, черным по белому, все как бы понятно и просто. Слава богу, с интерфейсом у нас все хорошо. Вот. Поэтому вопросов тут, наверное, быть не должно. Почему что-то не работает, да, вся информация у вас логируется, вся информация доступна системным администраторам для проведения мониторинга, да, и, соответственно, аудита этого сервиса. Теперь передам слово Богдану. Он расскажет детальнее вам про такие инструменты, как Logiteb Tab, которые используются для Google Meetings, есть несколько наборов таких. Богдан, передаю слово, позже возьму его обратно. Беру у тебя эстафету, Олег, спасибо. У любой организации есть переговорные комнаты, комнаты, в которых люди совещаются, проводят собеседования, общаются с партнерами, с коллегами из одного офиса, из разных офисов, из разных городов, даже из разных стран. Например, есть международные компании, которые присутствуют в 100 и более городах мира и странах, и они используют это оборудование. Кто знаком с переговорными комнатами, понимает, что в переговорных комнатах бывают маленькие, там, на два буквально человека, бывают на группу людей, там, 4-5 человек, бывают средние переговорные комнаты, там, от 5 до 10 человек, бывают большие переговорные комнаты, там, от 10 и больше, плюс бывают лекториумы, где компании проводят какие-то анонсы или обучение для еще большей группы людей. И у компании Logitech есть специальное оборудование, которое называется Logitech Tab for Meet, то есть оно специально для Google Meet разработано, и, как вы видите на гифке, вот сейчас маленький набор для маленькой переговорной комнаты, это набор для средней, а это набор для большой. Он состоит из управляющего контроллера, то есть это планшет, у которого есть экран, и сотрудник, когда ставит встречу в календаре, в конкретную переговорную комнату, он заходит в эту переговорную комнату, все, что ему нужно сделать, это нажать, начать встречу, и вуаля, встреча запустится на дисплее. Также комплект состоит из хромбокса, у которого процессор i7, чего более чем достаточно для проведения видеостреч в высоком качестве, и в зависимости от набора есть камера Logitech Meetup с колонками, либо же камера Logitech PTZ2 с дополнительными колонками, с дополнительными микрофонами, которые устанавливаются на стол. Подробнее об этих устройствах будет информация в файле, который мы вам пришлем после этого вебинара. И я бы хотел продолжить дальше про устройства для переговоров для маленьких групп людей, или, например, для HR-ов, которые в некоторых компаниях используют телефонные будки, чтобы позвонить соискателю, провести первичное интервью. Есть также all-in-one устройство, то есть три в одном. Это и компьютер, и дисплей, и устройство для переговоров. Это Acer Chrome Base, 24 дюйма. Его можно монтировать на стену, либо же ставить в небольшую комнату, на стол, и точно так же через него проводить видеоконференции. На нем нет ничего лишнего, только интерфейс Google Meet. Соответственно, сотрудник приходит в переговорную комнату или в назначенное место, опять же, при помощи тача, начинает встречу, проводит ее без всяких заминок, без всяких технических неполадок. Все вовремя, все четко, все удобно, и работает из облака. Я перехвачу эстафету касательно джемборда. Я вот прям уверен, что уже, наверное, у нас нету человека, который не слышал про джемборд, что это такое, как это работает. С джемборда вы также можете подключаться к Google Meetings, добавлять джемборд к митингу как ресурс, соответственно, ввести звонок непосредственно из джемборда, показывать экран джемборда, и все эти опции будут доступны в режиме реального времени. Вкратце, джемборд – это интерактивная доска для коллаборации с сотрудником. Очень классно подходит для тех, кто команд, которые им нужно постоянно брейнштормить, придумывать. Здесь также присутствуют машины интеллекта, распознание письма, картинок и так далее. И есть у нас такая даже стоечка на тест. Для компаний, которые используют G Suite, пожалуйста, пишите, можно получить джемборд у нас и на тест. И пройдем дальше. Собственно, теперь коротенькая демо, которую мы вам покажем. Я изменю немного свой экран, точнее, показ этого экрана. Все, что мне нужно будет, это показать весь мой экран, чтобы вы видели те опции, которые мы хотим вам показать. Одну секунду. Оп, выбираем. Так, я вижу, что мой экран виден. И вот я хотел бы начать с функции это показ субтитров. Богдан, нужна будет помощь. Итак, субтитры включены. So, Богдан, how are you today? О, Оле, que pasa? Buenos dias, buenas tardes, amigo. How are you? I'm from Ukraine. And you, where are you located right now? I'm from Rio de Janeiro, you know? Really? Really, yeah. I'm still waiting for a carnival. Brazil. So, bon dia, bon dia. We just actually making some fun, but we're testing English captions. So, as you can see, Google Cloud is capturing our voice and transcribing it into the text. So, for people who have, like, lower understanding or some people prefer to read, they love to read better than to listen. This is a great tool which also helps to communicate. Sometimes, you know, the network can be bad if you're using a cell phone or 3G. or in Ukraine, it's even 2G. It can be 2G. And you can just switch off the video, turn on the captures and see the text on the screen. This is the fantastic feature and hopefully some more languages will come soon. Thanks, Богдан. Я переключусь назад на русский. Да, то есть вот такая функция живых субтитров реально очень помогает. Быстро по тем фичам, которые мы показывали в слайде, чтобы вас не задерживать. Да, вот, собственно, наш элементарнейший инструмент Google Meet. Да, все очень просто. Мьютим микрофон, покидаем митинг, включаем-выключаем камеру. Собственно, отсюда же мы можем и добавлять участников. Да, у нас есть опция просмотреть всех участников. Вот они все наши, 125 участников прямо сейчас. И мы можем добавить людей, вот, например, через invite на email. То есть я могу там выслать кому-то invitation. Кстати, что важно, вот смотрите, не просто так там Богдан, Александр и остальные коллеги, они появляются первыми у меня в списке, потому что именно с ними чаще всего, да, я делаю видеозвонки. Помимо этого, как мы говорили, да, вы можете позвонить на какой-либо американский либо канадский номер. Но что также важно еще из функционала, да, с права внизу у нас есть три точки, да, благодаря которым вы можете делать дополнительные настройки. То есть запускать, останавливать запись видео, менять макеты, о которых мы говорили вначале, выбрать полноэкранный режим, включить, выключить субтитры, управление настройками, например, качество звука и видео здесь можно регулировать, если у вас плохое соединение, использовать телефон для аудио, сообщить о проблеме, справка и так далее. То есть все очень-очень просто, абсолютно никаких сложностей не возникает с Google Meet'ом. И, наверное, после этого перейдем к заключительной части нашего сегодняшнего вебинара. Одну секунду я вернусь в другую вкладку. Видите, тут тоже между вкладками можно очень быстро переключаться. Уверен, вы уже должны видеть мою вкладку. Быстрый, скажем так, фидбэк, отзыв, да, мировых клиентов, которые используют Google, ну и, соответственно, Google Meet решение. PricewaterhouseCoopers, пишут, что они очень, скажем так, довольны, да, сервисом G Suite и, в частности, Google Meet. Кто в курсе, кто не в курсе, несколько сотен тысяч сотрудников по всему миру используют именно решение, в этой компании используют решение G Suite. И также компания Colgate Palmolive, я думаю, каждый из нас хоть раз покупал продукцию этой компании, да, и, соответственно, они также очень довольны сервисом Google Meet и все это компании Enterprise уровня. Окей. И что ж, перейдем к вопросам, да, которые у нас в документе сохранились. У нас достаточно много вопросов. Как мы говорили в начале, да, у нас есть три приза за три лучших вопроса. Сначала мы зачтем все вопросы, а после уже, соответственно, отметим лучшие из них. Что ж, я перейду назад в документ, да, у нас есть буквально 12-15 минут на то, чтобы ответить на вопросы. Итак, первый вопрос задает Олег. Какие ограничения для корпоративной пошты? Как, где и сколько сохраняется запись? есть? Есть «Чем можете его передать админа без видома автора?» Коллеги, как я говорил, этот вебинар, он проведется на русском языке, так как у нас есть ребята из других стран, из ближнего зарубежья. Олег, смотрите, какие ограничения для корпоративной почты? По умолчанию ограничения следующие. У нас есть три уровня подписки Basic Business Enterprise, количество участников одновременно, соответственно, по каждой из подписок 100, 150, 250, функция записи доступна в максимальной подписке Enterprise, но до 30 сентября включительно все вот эти максимальные опции пакета Enterprise, о которых мы говорили, они доступны всем подпискам. Как говорил в презентации, запись сохраняется на Google Drive организатора, и, соответственно, только он имеет к ней доступ. Админы не могут передать права доступа на этот файл без его ведома. Далее вопрос Татьяна еще задает, как записать эфир. Проватный аккаунт на предприятие, чей может без аккаунта в Google приедутся до Google Meet за посыланием. Татьяна, записать эфир с личного аккаунта вы не сможете. Это нет такой опции gmail.com это не gsv, это не корпоративное решение. Возможно, вам подойдет для вашей организации использование Google Meet Everywhere. И второй вопрос, да, без аккаунта Google, приедаться Google Meet можно, да, просто по ссылке, опять-таки, да, для того, чтобы присоединиться к митингу, вам надо просто иметь, даже не обязательно иметь Gmail аккаунт, вам просто дали митинг, вы дали ссылку на митинг, вы переходите по ссылке, все, аккаунт Google либо G Suite вам не нужен для того, чтобы присоединиться, но для того, чтобы создать, нужен аккаунт G Suite. Генри задает вопрос, расскажите про управление участниками, можно ли замьютить всех, запретить использование камеры, как передавать слово участнику. Генри, как я говорил в презентации, вот такие вот опции, они будут доступны в третьем квартале 2020 года, то есть модерирование встреч в Google Meet будет уже вот буквально через пару месяцев доступно, и, соответственно, все вот эти вот опции также будут доступны всем, пожалуйста, следите за анонсами на нашем сайте в том числе. Еще один вопрос от Генри, какие есть возможности для групповой работы? Есть комнаты, как в Zoom, есть опросники? Генри, да, конечно, это все есть, только это представлено в других инструментах G Suite, например, комнаты представлены в Google Чате, мы говорили на них в начале презентации, что вы можете создавать чат-комнату, и, соответственно, по клику одной ссылки переходить в митинг сразу со всей компанией, со всей группой участников, которая есть в данной комнате. И опросники, ну, безусловно, вы знакомы с Google Forms, соответственно, они также доступны в G Suite. Идем далее. Елена вопрос дает, добрый день, будет ли запись? Ну, да, конечно, запись будет предоставлена всем. Еще один вопрос от Генри ударил по вопросам. Какие преимущества отличают Google Meet от аналогов? Интересно сравнение с Zoom и Skype, где сейчас есть групповые звонки, так и с Click Meeting, GoToMeeting, InShe, и другие вебинарные штуки. Генри, ну, во-первых, давайте так, все решения классные, но Google лучше всех. Во-первых, если мы говорим про Zoom, то по сравнению с Zoom у Google не было утечки данных, для начала начнем с этого. По Skype, Skype немного уже устарел по своим фишкам, но, да, безусловно, важно отметить, что в решениях, например, Zoom, да, классно, есть модерирование встреч, но это пока все, что их отключает из среди преимуществ. Через месяц-два данного преимущества уже не будет, поскольку тот же Google Meet будет уже обладать функциями модерирования встреч. GoToMeeting и ClickMeeting не подскажу, не знаком, не имел просто с ними какого-то практического опыта, но, насколько вот мне известно, да, у нас, скажем так, вебинарный мир сейчас, я имею в виду Enterprise уровня, да, вот, среди компаний, да, в разрезе компаний делится на два, на секунду проверил, делится на два мира, да, это, соответственно, Google Meet и Zoom. В Zoom есть плюс модерирование, есть минус утечка данных, в Google есть плюс безопасность, шеринги, субтитры, artificial intelligence и так далее, плюс добавится скоро опция по модерированию участников, те вопросы, о которых вы, о которых Генри спрашивал у нас выше. Следующий вопрос, Елена, будет ли бесплатная версия Meet после сентября 2020 года. Елена, после сентября 2020 года Meet Everywhere будет на платной основе, скоро также будут доступны и стоимости, будет два разных пакета, вот, и, естественно, можно будет уже выбрать, какой из них больше по функционалу вам подходит. Не хватает функций прямых трансляций видеоконференции на YouTube, но вы также можете использовать, собственно, стриминг на 100 тысяч участников, в принципе, да, если у вас есть большая компания, либо же, в принципе, YouTube также предоставляет такую возможность по умолчанию делать такой стриминг. Следующий вопрос, Андрей, во время трансляции много всплывающих окон из чата и служебных. Например, тот или иной пользователь вышел из конференции. Это немного мешает. Возможно ли отключить именно всплывающие окна? Андрей, хороший вопрос, но вы же сами понимаете, что это не просто всплывающие окна, это оповещение. Одно дело, когда вы в вебинаре, находитесь, как сейчас, и я понимаю, что где-то это может быть неудобно, но когда вы в компании находитесь, и ваш сотрудник отключается от митинга, вы обязаны об этом знать, поэтому такая функция соответственно должна иметь место. Касательно отключить всплывающие окна, я бы попробовал, вот, кстати, не тестировал, я бы попробовал в настройках браузера, я надеюсь, вы используете хром, а не не дай бог интернет-эксплорер, я бы попробовал на вашем месте отключить просто всплывающие окна на вкладке meet.google.com, но опять-таки, я считаю, что эта функция, она обязана быть, и я бы не советовал, честно говоря, вам ее выключать из практики. Далее, Александр спрашивает, расскажите про готовые комплекты для видеоконференц-связи от Google и Logitech. Александр, спасибо за вопрос, я добавлю, да, вот как Богдан говорил, существует три очень классных набора от Logitech, они по разным компаниям, по разным, скажем так, даже митинг-румам сортируются, есть маленький набор, средний, и enterprise уровня, он называется large, соответственно, чем больше, соответственно, набор, тем больше в нем комплектующих, а именно лучше камера, больше спикерфонов, да, в зависимости от того, какая у вас переговорная комната, там, на два человека, на пять, либо на 15, 20, 30 людей, вам необходимо выбрать тот либо иной набор. Помимо этого, на, ну, слайды, само собой, да, мы зашарим со всеми, там будет ссылка на то, на ресурс нашего сайта, где полностью написано описание каждого комплекта, да, где будет у нас стоимости, во-первых, этих, да, решений и, соответственно, юз кейса, да, то есть, где, какой набор необходимо применять. Олег, нужно уже ускоряться, потому что не всем может быть интересно. Мы однозначно ответим на все вопросы в таблице, в Google документе. Давай ответим на все вопросы до красной линии, а, в принципе, никто и нам уже пора выбирать самое интересное и хорошо. Договорились. Погнали дальше. Александр задает вопрос. Демонстрация экрана. Могут ли другие участники показывать экран? Да, безусловно, вижу, что уже ответили. Следующий вопрос. Генри. Это нагружает мое устройство, а мою сеть? Какие системные требования для комфортного митинга, для устройства? По системным требованиям тоже ответили. Там уже есть ответ. Можно подойти по ссылке и увидеть ответы. Сергей задает вопрос. Скажите, пожалуйста, почему подключенный к Classroom МИД каждого раза меняет ссылку свою? Название комнаты остается, но меняется адрес. Это динамическое правило. Можем позже вам предоставить ссылку. Такое есть правило для внешних пользователей. Татьяна задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, субтитры только английской? Да. Будет ли возможность перевода на другие языки? Функция перевода возможно будет доступна? Не могу сказать, что она планируется на ближайший квартал, но возможно. Сергей задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, делать запись в личном аккаунте? Отвечали, что в личном аккаунте нет такой возможности? И еще один вопрос от Сергея. Подскажите, пожалуйста, можно ли в будущем будет выделять вебинар участников группы, как это можно делать в Zoom? Сергей, эта уже опция будет доступна после выхода обновления касательно модерирования. Вот там уже соответственно нужно будет ее и проверить. Наталья задает вопрос. Чем отличается работа пользователя G Suite, администратора школьного заведения, от пользователя, который принимает только личный аккаунт Google. Как говорили ранее, личный аккаунт Google может только присоединяться к встречам. Алексей за этот вопрос, но вижу, что уже ссылку предоставили, доступ к статистике по всем встречал в рамках домена, доступный за определенный период. Будет ли его изменять? Я вижу, что ссылку уже вам дали на ответ. Идем дальше. Ольга, как вывести на экран всех участников митинга? Ольга, есть определенная дополнительная опция, она будет в... Как ею пользоваться будет отправлено вам отдельном документе? Да, но вот ребята подсказывают, grid view она и называется, там будет инструкция, как это сделать. Наталья задает вопрос. После начала встречи, которая проводилась в своем видео, включила демонстрацию экрана, потом после прекращения демонстрации не могла найти, как вернуть свое изображение, не видела себя. Как это сделать? Наталья, ну, вопрос, надо немного больше уходить, чтобы, возможно, воспользоваться Zoom, но вам нужно было просто нажать кнопку закончить презентацию экрана. Алексей спрашивает вопрос, как настроить, чтобы при подключении всех автоматично были выключены микрофоны, может ли организатор встречи управлять микрофонами? Как говорили ранее, после выхода обновления модерирования это будет также доступно. Это следующий квартал этого года. Светлана задает вопрос, вижу, что ребята уже ответили, но вопрос озвучил. Вопрос, можно ли регулировать отключение микрофона при входе? Ответили, что будет модерирование, соответственно, этот вопрос будет решен. Джамбор для теста, как можем получить? Спасибо, Иван, этот задавал вопрос, пожалуйста, пишите нам на почту, ребята, вам фишу предоставили. Как включить субтитры? Собственно, в самом мете, когда будете, следующий вопрос этого, это как включить субтитры? В мете, когда будете, справа внизу будет функция включить субтитры, это даже отдельная будет кнопка на включение. Елена задает вопрос, а если я хочу на ходу провести встречу, можно так? Елена, само собой, телефон вам помощь, вот на ходу вы можете провести, подключаетесь к любому устройству из любого места, вижу, ребята отвечали, Android либо iOS, пожалуйста, отвечайте. Роман задает вопрос, детальнее про джамборд, описание продукта, да, пожалуйста, все эти вопросы касающиеся продуктов пишите на почту, которая есть в ответе по вашему вопросу. Светлана вопрос задает, возможно ли субтитры украинским языком отвечал, что пока что невозможно. Идем дальше, вижу, что у нас еще достаточно много вопросов, надеюсь, что есть еще некоторое время у ребят. Елена задает вопрос, мне было полезно узнать чисто практически опции для чайника, буквально по кнопочкам, это будет вам предоставлено в дополнительном документе после этого бинара, там очень детально с видео, с разборами написано, как использовать Google Meet. Александр вопрос задает, по вашему мнению, какой наибольший недостаток Google Meet, чтобы вы изменили либо дали. Александр, скажу вам, что самый большой недостаток Google Meet в том, что его запустили поздно, вот и все, так как он запустился просто последним среди остальных сервисов, последнюю скайпом, возможно, это и хорошо, потому что, как видите, по остальным вендорам не всегда хорошо, когда запускаются сразу, есть вопросы к скайпам, к зумам и так далее. И еще дополнительный вопрос, есть ли возможность провести быстрый опрос участника, это будет доступно уже после, опять-таки, выхода обновления по модерированию, о котором уже много говорили. Светлана вопрос задает, можно ли регулировать выбор показа изображения докладчиков, да, конечно, у вас будут адаптивные макеты справа внизу в трех точках можете изменять. Ольга вопрос задает, субтитры могут быть на русском, если встреча на английском, нет, субтитры только на английском пока что. Татьяна вопрос задает, при проведении митинга с ноутбука не работала моя камера, меня не видели коллеги. Действия описанной справки не помогли. Пишите, пожалуйста, нам на e-mail, ребята вам ответят, это надо смотреть как отдельный кейс, потому что что-то не работает, скорее всего, на вашей стороне, да, где-то есть вопрос. Оксана задает вопрос, чтобы создавать вебинар в Google Hangouts Meet, должна быть корпоративная почта, верно? Да, Оксана, верно, должна быть корпоративная почта. Наталья вопрос задает, как организовать показ презентации с моего экрана, с моего компьютера для всех участников встречи. Наталья, когда будете в Google Meet самому, у вас справа будет отдельная кнопка Present Now, если на английском, либо же показ главного экрана, что даст вам опцию выбрать, какой экран показывать. За одну секунду. Мила задает вопрос, как может быть причина, что когда включаешь демонстрацию экрана, участники не видят, секунду, участники не видят демонстрацию экрана. Надо смотреть ваш вот конкретный, скажем так, кейс, что, собственно, пошло не так. В принципе, вот когда у вас что-то не работает, да, это надо вот брать и конкретно ваше решение, ну, то есть ваш аккаунт, смотреть, что могло быть не так. Потому что в 90% случаях это на стороне, соответственно, пользователя либо устройства. То есть банально перелогин решает практически все такие вопросы. Следующий вопрос. Юрий, есть ли возможность использовать фон как в Zoom? Она, кстати, да, я не сказал, но она также будет доступна вот в Q3. Есть ли возможность создания фона для всех участников? Да, безусловно, это будет тоже в Q3. Можно ли создать тематическую комнату с общим оформлением? Это хороший вопрос. Вот не уверен, что такая опция будет доступна после обновления, но опять-таки надо просто посмотреть, когда это обновление уже выйдет в следующем квартале. Ольга пишет вопрос, можно по ссылке перейти на ментинг, не устанавливая никаких приложений, если это смартфон? Нет, Ольга, на телефон нужно установить приложение, либо iOS, либо Android. В любом случае нужно будет устанавливать приложение. И Татьяна задает вопрос, есть ли возможность для учебных заведений получить бесплатную возможность после сентября использовать Google Meet. Татьяна, у нас будут позже вебинары для учебных заведений, но, пожалуйста, напишите нам на почту. Это немного другое решение, называется Google for Education, и оно будет действовать не только после 30 сентября. Роман задает вопрос, есть ли планы на будущее объединить чат и Meet в один инструмент? Роман, да, 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 есть такая. Google, точнее, уже над этим работает, такие инструменты, как чат, хэнгаут, Google Meet будут объединены в один хаб, и это будет полноценный конкурент Microsoft Teams. Юрий задает вопрос, есть ли нет интернета, но надо участвовать, есть ли возможность присоединиться по телефону? Если есть, то номера каких стран? Вижу, вам ребята дали уже ссылку, по каким номерам можно присоединиться, поскольку это возможно. И последний вопрос, да, как мы договаривались чуть-чуть раньше, да, чтобы не задерживать остальных ребят, от Елены. Sorry, как правильно пишется G Suite, чтобы разобраться? Вот, все вам написали, да, Елена, про G Suite, пишется это решение. Окей, хорошо, Богдан, что, я предлагаю переходить к самим призам, да, я хотел бы выбрать первый вопрос, да, за который дадим бесплатный тренинг G Suite на усмотрение уже там победителя, это может быть тренинг либо для администраторов, либо это может быть тренинг для юзеров, да, потому что видим, что еще не все, к сожалению, используют эти решения, но, ребят, давайте быстрее, надо уже быть в тренде. я выделю участника, которого зовут Генри Тимьянович, выделю его потому, что, да, у него достаточно много вопросов, я вижу, что он был достаточно активен, Генри, пожалуйста, ставьте в форме просто где-то свой имейл, либо контактный телефон, чтобы мы смогли с вами связаться и уже решить, как именно вы получите свой приз, вижу, оставляете, круто, спасибо за вопросы, Богдан, ну что, осталось два приза. Наступный приз, а самая колонку, разумную колонку, Google Home Mini, я хотел бы подаровать Олексею Куруци, потому что у него было цикавое питание по теме про статистику по всем видео встречам, да, Олексея мы выделали синьим кольором, и он получает от нас Google Home Mini. И у нас есть еще один приз от нашего партнера компании Logitech, это набор ультра тонкой клавиатуры и мишки, очень удобный, сам себе такий хочу, я его хочу надать Всеволоду Полякову, який у коментарях до нашего документа задав питание про функцию, которую мы не до конца показали, а самая про звонки на американские и канадские номера. Да, и Олег, користуючись нагодой, давайте я відмечу все волода Logitech Price, користуючись нагодой, давай позвоним все ж таки в нью-йоркский офис Гугла, я это сделаю, сейчас покажу свой экран, смотрите, каким образом, еще одна из переваж Google Meet, это то, что вы можете безкоштовно телефоновать на будь-який мобильный стационарный номер в США и Канаде, как это делается? Мы в список участников, нажимаем у меня английский интерфейс, я натисну add people, если у вас будет российский или украинский, добавить пользователя, и замість имейла мы выбираем подзвонить, в данном случае это будут Штаты, и я единую приберу плюс один, и набираем офис Google в Нью-Йорке, в Нью-Йорку. Звучит окей, мы пересвечились в том, что это возможно, мы за это не заплатим нижней копейки, нижней пенни, нижней центу, можно телефоновать партнерам, клиентам, родителям, родичам, друзям, и это еще одна из невеличких, но приятных переваг Google Meet. Мы дякуем вам за эту годину, которую вы провели с нами, всем участникам надошли материалы, которые показывали, видеозапис, и надошли еще додатково полезную информацию про Google Meet и продукты, которые с ним связаны. Дякуем вам и на все добре. Goodbye. Да, всем спасибо, спасибо, берегите себя, всем здоровья, до свидания.